здравствуйте дорогие мои телезрители канала афонтова и мои дорогие подписчики на канале youtube всем привет и у нас сегодня тема лук но лук особенный у мухи замучили это лук особенный крупноплодный лук это айлса грейк это русский размер это глава и конечно любимец уже всех садоводов огородников exhibition луки сладкие луки крупные хранятся правда только до февраля ну при определенных температурных условиях хранится будет гораздо дольше но хочу вы понимаете что все наши темы июльские они будут о том как делать не надо то есть мы работаем над ошибками поскольку в этом сезоне я отсутствую и здесь мне помогают молодые люди значит семейная пара они конечно молодцы проделав огромную работу но не зная маленьких тонкостей а все невозможно конечно сразу за один день узнать знаете как говорят за одну ночь новое поле не вспашешь ну все понятно но я хочу вас уберечь от того на следующий сезон разумеется как делать нельзя что же с ним не так то вот он был посеян в начале апреля как и капуста и все луки там на рассаду и прочее там удовольствие в начале апреля и всегда вырастала прекрасная рассада но есть одна ошибка которую вот как бы совершили без моего присутствия когда вы рассаживаете лук запомните пожалуйста никогда нельзя его заглублять как вы видите белая часть которая была в земле вот так вы и посадите вот глядя на то как это все посажено и как оно выглядит сразу понятно что его заглубили почему потому что вот видно вот одно сухое перо вот второе так почему и какая ошибка сделано при высадке его на огород в грядку посмотрите внимательно видите вот погибшее перо и вот погибшее перо значит лук был заглублю заглублен здесь вообще вот оно несчастное существо которое просто нужно выбросить из этого тоже ничего не вырастет это все не нужно вот доказательство того что тоже заглублен лук смотрите вот засохшее перо вот не развившиеся перо а вот это перо даже вылезти не может оттуда бедняга потому что его заглубили вот вам доказательство неправильной посадки не делайте так вот чтобы как-то спасти получить хоть какой-то урожай надо конечно его кормить и поливать после посадки лук чеснок подзимний весенний без разницы вы должны помнить две недели каждый раз до трех раз в неделю вы его поливаете ну и что что вы не можете приехать а луку это интересно значит поливайте мульчируйте для того чтобы влага сохранялась как можно дольше и конечно первое время первый месяц это и май и начало июня и весь июнь мы еще даем азотное удобрение чтобы зеленая масса как больше можно было выброшено то есть перьев должно быть уже к середине июня 7 как минимум а 9 как максимум только тогда начинается образование луковицы растет он очень быстро он прям быстролук какой-то но ему надо приняться а поскольку он заглублен этот процесс не идет идет загнивание пера поэтому вместо 7 9 перьев мы к началу июля имеем вот два дохлых это видите как плохо развивается у него макушка засохла это уже пожелтело это говорит о том что там еще и и луковая мушка присутствует вот для того чтобы его как-то восстановить прольем его тем же раствором нашатырного спирта значит проливаем тщательно считаем квадраты 1 2 3 4 5 ну 5 полных значит не менее 5 10 литровых леек обязательно соблюдайте норму иначе вы так плесканете по верху и все желательно вы пролить как следует водой для того чтобы земля стала влажной и подкормка ушла как можно ближе к корням лука у нас тут были дожди хорошие поэтому я проливать водой не буду я сразу проливаю раствором поскольку он такой маленький я буду лить прямо по перу тут нет никакого смысла аккуратничать гребни сделаны неправильно они слишком высоки и они слишком крутые гребни должны выглядеть очень даже лояльно я бы сказала гребень он не может быть вот таким узким он вот такой пологий иначе как мы с вами сделаем бороздки поливочные это просто невозможно сделать а вылить в середину тонну воды для того чтобы что-то подошло к корням лука это тоже практически невозможно поэтому кто-то ограничен просто в воде и такое тоже есть у нас на дачах не у всех есть вода то что бог пошлет только с неба ну вот при том что все как бы неправильно я очень опечалена конечно такой посадкой потому что вообще лук крупноплодный это моя фишка я очень люблю им заниматься в общем помидорами даже ну что делать время такое значит так набираю лейку воды и продолжаю вам рассказывать значит вот такой поливкой и такой подкормкой вы же понимаете да что это азот в чистом виде легкое очень удобрение хорошо усваивается растениями мы еще и убьем этих червяков ненавистных луковой мухи и вы должны должны понимать такой раствор поможет избавиться и от проволочника и от медведки кстати сказать не забыли капусту то пролить таким раствором я надеюсь что нет потому что медведка если вы кто-нибудь ее видел то он понимает что это насекомое как его называют это животное просто которая съедает практически все если выползет из земли 2 столовые ложки не надо дозу увеличивать это вам не поможет только все испортите и проливаем тщательно вот промочив да мы вернемся к этой бороздке неоднократно потому что сначала надо все промочить для того чтобы раствор уходил как можно глубже сейчас земля промокнет и мы еще раз вернемся к этому рядку вернемся не только критку а еще вот к этой борозде которые посредине но подкормка она не должна состоять только из азота поэтому вот эта обработка не только подкормка это еще как бы мы хотим убить двух зайцев еще избавиться от вредителя поэтому вот тот наш замечательный дачный коктейль где крапива дрожжи сыворотка молочная зола перегной там любого качества конский коровий куриный только перегной никакого навоза чистого он работает прекрасно вот мы будем снимать пионы и вы увидите какого роста и какие они стали огромные благодаря вот именно той самой подкормки если лето конечно продлится дольше чем хотелось бы как в прошлом году тогда этот лук конечно наберет массу но я не думаю что он будет больше 150 200 грамм вообще в обычном варианте этот луку рождается по 700 800 грамм он правда очень сладкий он правда такого не горького вкуса и луком то он особо не пахнет это нежная острота это то что любят французы они же не едят такой лук как мы и от них не воняет так как от наших товарищей в автобусе например наедятся чеснока и лука потом жвачку в рот запихают ужас какой-то просто кошмар этого недостаточно нужно еще минимум две-три лейки обязательно выйдет потому что промочить надо все как следует и подкормка сюда нужен калий гумат калий используйте можете смешивать вот в этот раствор добавлять на шатырного спирта можете амафос для того чтобы корнеобразование шло а в амафосе как вы знаете 12 процентов азота но 52 процента все-таки фосфора а без корневой системы вы видели что я вырвала да там не корня не пера нету это говорит о том что корневая система не развивается и есть еще один вариант вот как вы не упираетесь я всегда буду настаивать на лунном посевном календаре посаженный водолей есть этот лук сто процентов это все сгниет а он уже гниет он на корню гниет и это говорит о том что ни день не был подобран не заглубленность совершенно неправильная поэтому все это надо соблюдать если хотите чтобы у вас был хороший урожай на этом я закончу всего доброго вам и до свидания